Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите выпуски. Шары и кегли без ограничений награждены победители турнира по боулингу среди инвалидов. За жизнь надо бороться. И я стала играть. И так увлеклась. И забываю в этот момент за все на свете. Регистрационный знак на телегу. В Азове впервые нашли таблички с номерами ломовых извозчиков. Указывается, во-первых, дата выдачи, то есть в данном случае 1904 год, номер самого извозчика. Всего за 2500 рублей можно теперь перелететь из Донской столицы в Крым или обратно. Две авиакомпании – Уральские авиалинии и Аэрофлот. Российские авиалинии запустили госпрограмму субсидирования перевозок. Купить удешевленный билет на рейс Ростов-Симферополь, не дороже 2500 рублей в один конец, могут несколько категорий граждан. Это молодежь до 23 лет, пенсионеры, женщины старше 55 и мужчины старше 60, инвалиды первой группы и их сопровождающие, инвалиды детства, второй и третий группы, а также сопровождающие детей инвалидов. Программа работает до 30 ноября. Адвокаты идут в школу просвещать. Ученики лицея номер 13 и их родители смогут получать бесплатные юридические консультации. Адвокатская палата Ростовской области запустила проект «Адвокатура в школе», о чем и подписали соглашение представитель палаты и директор лицея. С нового учебного года планируется раз в месяц проводить беседы со школьниками и родителями. Как заметили адвокаты, подросткам чаще нужны консультации по защите прав потребителя, правилам безопасности на дороге и уголовным преступлениям, кражам, грабежам или дракам. Может быть это какие-то обзывания, какие-то в плане нарушения своей личности, потому что есть права, которые зачастую люди, они просто не знают. И нарушая их, они не понимают, что они сделали. Нам самое главное – это обратная связь. То есть мы должны сейчас накопить тот уровень каких-нибудь социально значимых вопросов, проблем, по которым конкретно дальше тематично разрабатывать. Либо это будет игра, либо это будет беседа, либо это будет консультирование. Но и естественно, если требуется анонимность какая-то, будет обеспечено и это. Пока проект запущен в нескольких школах Ростова, но скоро к нему подключатся и другие учебные заведения области. Боулинг – простая, казалось бы, игра, может стать для игрока настоящим испытанием. И чтобы победить в ней, иногда нужно пересилить себя. В Ростове подвели итоги турнира по боулингу среди инвалидов. Ограничений по возрасту на этом турнире не делали. Играли и те, кому далеко за 80. К ростовским районным командам примкнули участники из Батайска. Там нет площадки для боулинга. Была и команда ростовской организации Всероссийского общества глухих. У нас среди награжденных сегодня был инвалид по зрению, он ничего не видит, но тем не менее он умудрился занять призовые места. Жена направляла его, куда кидать мяч, и он умудрялся сбивать кегли. И председатель Всероссийского общества слепых попросил в следующий раз включить для участия команду незрячих людей. В командных соревнованиях лучше всех сработали участники из Пролетарского района. Они лидеры и в мужском, и в женском зачетах. В личном первенстве победили Елена Ахназарова и Игорь Мяснянкин. Его команда Ворошиловского района стала второй. Вначале я как бы начала играть, потом врачи сказали, вроде нельзя, я бросила. А потом поняла, что за жизнь надо бороться. И я стала играть. И так увлеклась, и забываю в этот момент за все на свете. Я очень доволен и хотел бы выразить благодарность от себя лично, от своей команды, организаторам этого увлекательного турнира. Ну и наша команда полна решимости занять первое место, если будет возможность поучаствовать в следующих соревнованиях. Спортсменов-любителей поддержали депутаты ЗАГС Собрания и, вручая награды, заверили, будут содействовать тому, чтобы внимания к людям с ограниченными возможностями было больше. И люди, еще раз подчеркиваю, когда к ним внимание, они чувствуют это внимание, они оживают, они становятся, они чувствуют так же, как и все остальные здоровые люди себя. Поэтому не только боулин, сегодня все виды спорта, которые сегодня можно применительно к инвалидной среде задействовать, мы обязаны этим делом заниматься. В июне в Таганроге проведут такой турнир уже областного уровня с участием команд из Ростова и Новочеркасска «Азова и Оксая». Галина Белоусова, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Орфографическую ошибку на памятнике исправили, отчиталось руководство железнодорожного района Ростова. Напомню, ко дню победы в Кумжинской роще открыт памятник с надписью «Освободителям города Ростова-на-Дону, героически сражавшимся с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Раздавленная сапогом советского солдата немецкая каска – символ победы над фашизмом. К шеститонной скульптуре претензий нет, а вот на плитах была допущена досадная, можно сказать, опечатка. В слове «героически» пропущена буква «И». Заметили это еще при установке плит и предписали подрядчику исправиться за 10 дней. Но за это время внимательные ростовчане успели заклеймить допустивших ошибку позором в соцсетях. И вот недостающая буква вписана на законное место. Кто победил фашизм, как победил и какой ценой – эти вопросы не должны иметь двух ответов. Любые попытки фальсифицировать историю Великой Отечественной нужно пресекать. Эту важнейшую тему подняли за круглым столом всальские историки и учителя истории. Под тестовкой исторических фактов некоторые государства пытаются политически давить на Россию и даже демонизировать ее. И Великая Отечественная война в этом плане – один из важнейших временных отрезков. Освобождение Европы многими уже называется оккупацией, а победа приписывается скорее западным союзникам. В свое время много было выступлений наших либеральных деятелей, которые также, вот я сегодня говорил о том, что, скажем, либо некоторые считают, что не нужно выделять Великую Отечественную войну, а следует говорить только о Второй мировой войне. Хотя для нас, конечно, это великое событие, и, в общем-то, Великая Отечественная война является составной частью Второй мировой войны. По мнению участников «Круглого стола», искаженные факты принимаются за правду во многом из-за падения уровня образованности людей, особенно молодежи. А малограмотных людей проще убедить в их неполноценности. Историческая память, она может как позитивную роль, причем очень большую, играть, работая на повышение национального самосознания, на укрепление государства, да, либо роль деструктивную. Альтернативные оценки исторических событий до недавнего времени можно было встретить даже в школьных учебниках. Сегодня Минобор предлагает новую линейную систему образования с одним взглядом на историю. Это когда создаются учебники, они уже есть. Создаются учебники, начиная с пятого класса и заканчивая старшими классами. Один и тот же автор, целая линия. И вот там уже концепции исторические просматриваются полностью. Участники круглого стола выработали свои рекомендации. Активизировать патриотическое воспитание, увеличить количество уроков отечественной истории, а главное больше рассказывать правду о Великой Отечественной войне на всех уровнях. На уроках и встречах с ветеранами в музеях и СМИ. Елена Ребжанова, Руслан Хамчеев, Дон-24, Сальск. Четверых игроков футбольного Ростова вызвал в сборную России Станислав Черчесов. Расширенный состав из 30 человек объявлен сегодня Кубку Конфедерации, которая начнется в нашей стране. 17 июня будут готовиться Федор Кудряшов, Александр Ерохин, Дмитрий Полос и Александр Бухаров. На сборах в Австрии определятся семеро лишних и финальная заявка на 23 футболиста будет объявлена 7 июня. Извозчик номер 342. Переходите на шаг и прижмитесь к обочине. Такое приказание полицейского можно было услышать на улицах Азова где-нибудь в 1908 году. Ведь мастерам извоза выдавали номера на их транспортные средства. Сотрудники Азовского музея-заповедника впервые нашли несколько экземпляров. Регистрационные номера начала 20 века от современных отличаются размером и количеством информации. Первые азовские находки были установлены на телегах перевозивших грузы извозчиков-ломовиков. Указывается, во-первых, дата выдачи, то есть в данном случае 1904 год. Номер самого извозчика 317, в данном случае срок, на который выдача производилась, то есть на полгода. И место, где именно была выдана табличка. В 1900-х тогда еще посад Азов вел постановление о промысле ломовых извозчиков. Медные или цинковые документы помогали контролировать экипажи и собирать с них налоги. За одну поездку извозчик получал 8 копеек. Для сравнения фунт мяса стоил 11. Всего два рейса и вечерний бифштекс обеспечен. Каждый ломовой извозчик, в зависимости от того, сколько лошадей принимало участие в этом промысле, в год с каждой лошади платил не более 10 рублей в городскую управу. То есть шел мало. Для Азовского музея находка цена вдвойне. Исторически он связан с извозчиками. В его здании помещалась городская управа. И когда с ее каланчи давали знать о пожаре, все свободные экипажи были обязаны ехать сюда, предварительно набрав воды на помощь пожарным. Были в своде правил для ломовиков и ограничительные пункты. Это сейчас нам кажется, что 40 км в час – небольшая скорость. Для ломовых извозчиков это была непозволительная роскошь. Их лошадь должна была идти только шагом, иначе штраф. Правила не касались извозчиков с пассажирами, и поэтому большинство из них были лихачами. Брусчатка на этих азовских улицах помнит извозчиков. Здесь они выезжали из порта. Рядом их номера и нашли. Она прошла реставрацию, так как находилась в Перекопе. Там жили люди, делась хозяйственная деятельность человека. Поэтому немножко она была повреждена. По сохранившимся документам известно, что извозчиков в Азове было больше 500. Четыре таблички с их номерами пока хранят в фондах музея. И, возможно, скоро покажут всем желающим. Юлия Карасюк, Юрий Бабенко, Дон-24, Азов. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15.00. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова